осенью этого года выходит один из самых ожидаемых фильмов 28 панфиловцев тем не менее сам факт на котором основан первый в истории россии фильм снятый на народные пожертвования теперь подлежит пересмотру директор госархива россии сергей мироненко заявил что подвиг панфиловцев это выдумка нужно ли постоянно пытаться доказывать что это выдумка и что значит легенда о 28 панфиловцах для русского человека об этом накануне ру рассказал режиссер фильма андрей шалёпа важен сам факт что есть подвиг вошедший в легенду потому что это легендарные события это нравственный код в основном это нужно для детей потому что мы воспитываем детей на этих примерах ребенок пропустив через себя историю о подвиге он формируется у него формируются нравственные опоры когда мы говорим о великой отечественной войне в которой бы сотни тысяч людей совершали подвиги все их неплохо было бы описать и обо всех о них неплохо было бы помнить но это просто невозможно человек не может так много помнить люди запоминают какие-то основные вещи которые производят на них впечатление и поэтому даже такое масштабное событие великая отечественная война она в памяти этноса сохраняется в виде нескольких десятков опорных легенд это очень важно для формирования именно общество это событие на основании описания которых родилась легенда точно ли это правда или в ней есть искажение сейчас уже не имеет никакого значения потому что есть уже конкретная легенда важен сам факт ее существования развенчивать это просто как это глупость много фильмов о войне перед юбилеем дня победы уже вышло и еще выйдет в лучшем случае историю искажает в худшем и частом случае просто опошляют великую отечественную войну и очерняют советских солдат поэтому фильм про 28 панфиловцев позиционирующий себя как раз как кино про героев как никогда важен ведь для нынешнего поколения героев очень мало помимо бэтменов и суперменов конечно а именно реально существовавших людей на чей пример можно равняться нет по крайней мере их нет в медиапространстве считает наш эксперт в истории же героев и подвигов множество наш народ на самом деле это народ который очень легко делает родственный выбор в сторону подвига просто мы об этом забываем об этом мало говорят по очень простой причине потому что это мешает потреблять поэтому этого сейчас героев они не нужны нужны герои вымышленные которых не бывает и быть не может потому что тогда человек посмотрит например на бэтмена и у него даже мысли не возникнет быть похожим на этот там персонажа потому что речь идет о том что ты можешь быть героем только осветает сверхспособность или очень много денег вообще же кино неважно о войне она или нет отражает души создателей и если кино создает человек у которого подвиг и память о подвиге являются частью его системы жизненных ценностей то он и не может создать другое произведение считает андрей шалёпа а если это человек который считает что самое главное это потребление что наше прошлое состоит из сплошного предательства тягот искренне считает что он обмануты в прошлом и в настоящем это тоже не может не отразиться на его произведениях и оно отражается поэтому такие люди создают фильмы о том что наше прошлое состоит сплошь из предательств потерь и гонений в моем мире все устроено по-другому моем прошлом было очень много героев они есть и в настоящем это то на что я опираюсь те люди и события которые дают мне ответы на вопросы как поступить сейчас и поэтому я надеюсь это традиции в моем творчестве в эфире была рубрика экспертное мнение специально для накануне тв подписывайтесь на канал накануне тв следите за нами в социальных сетях и узнавайте новое каждый день